У нас на прямой связи наш собственный корреспондент в Турции Турал Асадов. Турал, добрый вечер. Добрый вечер, Олег. Турал, как мы уже сообщали, президент Турции Раджап Тайп Эрдоган и президент Азербайджан Ильхам Алиев провели встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. В целом, какие ожидания от этого саммита, что говорит турецкое экспертное сообщество? Да, вы правы, Олег. Президент Эрдоган уже встретился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевом. И интересно, что это была его первая встреча с главами государства на полях Шанхайской организации сотрудничества, на полях саммита этой организации. И, безусловно, этим Анкара вновь подтвердила и продемонстрировала свою безусловную полную поддержку Азербайджану в вопросе недавнего обострения и провокации со стороны Армении. И, конечно же, здесь экспертное сообщество Турции и СМИ, в частности, очень активно следили за всеми этими новостями, за всеми провокациями, которые осуществила Армения. И, безусловно, вся общественность, все общественное мнение в Турции на стороне Азербайджана, потому что, во-первых, это правое дело, и, во-вторых, Турция является союзником Азербайджана. И мы, безусловно, как и долгие годы говорится, и говорилось, и говорится сейчас, один народ, два государства. То есть вот с этой логикой выступает и Анкара, и общественное мнение. С другой стороны, вот в целом вообще самозначимость визита Эрдогана в Узбекистан для участия на этом саммите, куда он был приглашен со стороны Узбекистана, является очень важным для турецкой дипломатии и политики последних лет и месяцев, месяцев особенно, потому что в мире, безусловно, события развиваются стремительно, и Анкара здесь пытается всячески найти свою выгоду, свое место, дабы не иметь негативные результаты для своей экономики, для своей политики, для своего, безусловно, регионального лидерства в нашем регионе. И в этом плане, безусловно, здесь можно говорить об экономических сторонах тоже, в первую очередь, потому что, ну, шанхайская организация сотрудничества, это, безусловно, очень серьезная организация, это порядка 3,3 миллиарда человек населения планеты, и если смотреть на цифры по товарообороту этих стран, по внешней торговле, в прошлом году эта цифра была, превысила 8 триллионов долларов, а если говорить о внутренней торговле между членами организаций, то это было порядка 800 миллиардов долларов. Это, безусловно, интересует Анкару, потому что у нее вот интересно углубление сотрудничества с Россией, с тем же Китаем, и с Ираном есть очень интересные экономические связи, и, безусловно, необходимо отметить и Пакистан, с которым у Турции не просто экономические, а в первую очередь политические связи. И здесь Анкара имеет свои интересы, но, с другой стороны, это еще и политический маневр, потому что за последнее время отношения между Анкарой и Западом ухудшаются. Анкара, правда, старается держать, стабилизировать неким образом ситуацию, заявя о том, что она всегда готова к диалогу. Это показали нам события и в Украине, войны между Россией и Украиной, где Анкара выступает в качестве посредника, игрока, который пытается померить стороны, и она добилась открытия зернового коридора, кстати, вот об этом тоже часто говорится. Но, с другой стороны, да, политика политикой, но если смотреть на цифры по экспорту и импорту Турции за последнее время, то вот на июль была информация о том, что в первой тройке, куда Турция экспортировала свои продукции, были Германия, США и Великобритания. То есть, да, отношения, есть напряженность в отношениях, но все равно у Анкары огромный интерес к западным рынкам, и это невозможно не учитывать. А с другой стороны, по импорту лидируют Китай и Россия. Китай и Россия, а затем и Германия. И вот поэтому для Анкары сотрудничество с этой организацией, с ШОС, безусловно, интересно, потому что Анкаре еще интересен опыт Китая, китайская модель экономического развития. Об этом очень много писали турецкие эксперты, как экономические, так и политические эксперты, о том, что вот в этом регионе Турция может играть некую роль некой модели китайского в плане экспорта. И Эрдоган в этом плане, безусловно, будет обсуждать все эти вопросы с лидерами этих стран. И вот в вашем экономическом блоке также говорилось о переходе на торговлю в нацвалютах. Безусловно, имея в виду во внимание то, что турецкая лира немного в стоимости потеряла некоторые свои позиции. Об этом в Анкаре говорили. Национальный банк Турции тоже заявил о том, что они заинтересованы в торговле в национальных валютах с рядом стран. Я думаю, что этот вопрос действительно будет идти дальше, и не только с Турцией, с Ираном тоже говорили об этом. Вот с Китаем пока что не говорилось, но я не знаю, насколько это реально, можно реализовать или нет. Но в целом у Анкары есть такие планы на этот счет. И в конце хотел бы отметить, что для Азербайджана и для Турции в целом эта организация интересна, так как обе страны являются партнерами по диалогу в этой организации. И безусловно, здесь значение имеет тот фактор, что Азербайджан и Турция находятся на среднем коридоре реализации нового китайского шелкового пути. И поэтому Баку и Анкара, безусловно, заинтересованы в тесном сотрудничестве с этой организацией. Но о вступлении пока, безусловно, говорить в эту организацию рано. Посмотрим, как будут развиваться дальше события. Да, действительно, будем следить за развитием событий. Спасибо большое, Турал. До свидания. Благодарю. Я напомню, Турал Асадов, собственный корреспондент CBC в Турции, был на прямой связи с нашей студией.